В верхней части мы обрезали из боков пароизоляцию под ноль, в нижней части мы обрежем ее конвертным образом, запасом для того, чтобы потом было удобно состыковать две пароизоляции. Прикладываем угольник, смотрим расстояние от контрбруса до края 6 сантиметров. Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер. Меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня я напросился в гости компании Факра, для того, чтобы показать вам, как правильно нужно монтировать мансардное окно в готовую черепицу. Мы находимся в учебном центре Факра. Компания подготовила специально для нас вот такой вот демонстрационный стенд. То есть они сделали полностью кровельный пирог с утеплением, с пароизоляцией, с гидроизоляцией, с мягкой кровлей. Наша задача сегодня показать вам максимально подробную инструкцию, для того, чтобы каждый человек смог после этого видеоролика самостоятельно смонтировать окно. Помогать мне будет Дмитрий. Он является техническим специалистом компании Факра. Дмитрий, вот у меня сразу первый вопрос. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемая аудитория. Первый вопрос заключается в следующем. Что нам нужно вообще для того, чтобы смонтировать окно? Для того, чтобы смонтировать окно, разумеется, нам понадобится само окно. Как подобрать? Мы сейчас зайдем за стенд и обратим внимание подробно на все нюансы, с которыми должны сталкиваться монтажники, либо частный заказчик при подборе, соответственно, окна. Первый момент, который нас будет интересовать, это расстояние между стропилами. Насколько оно широкое и какое окно можно туда смонтировать с меньшими потерями без переноса стропил. Тем более, монтаж будет происходить в готовой крови. С окном будем считать, что мы определились, в частности, и с моделью, и с его размером. Что нам понадобится дополнительно? Нам понадобится изоляционный оклад. Изоляционный оклад является обязательным элементом при монтаже мансардного окна. Он обеспечивает надежное и качественное примыкание кровельного покрытия к мансардному окну. Нам также, помимо изоляционного оклада, понадобится комплект гидро- и пароизоляции, поскольку мы будем осуществлять врезку окна в готовый кровельный пирог. Друзья, мы определились, что нам нужно для того, чтобы смонтировать мансардное окно. Да, это само окно, это оклад, это гидропароизоляционный комплект, это специальный инструмент. Теперь нам нужно понять этапность работы, то есть с чего мы будем начинать. Дмитрий, расскажите нам, с улицы нам лучше начать, изнутри лучше начать? Павел, в данном случае мы рассматриваем вариант монтажа в готовый кровельный пирог, когда у нас, соответственно, все подшито, все закрыто. Для того, чтобы нам угадать стропильный шаг, нам нужно начать выполнение работ изнутри помещения. И, соответственно, изнутри помещения мы будем осуществлять подготовку проема для монтажа окна. То есть, выбирая между улицей и изнутри, удобнее делать изнутри? Удобнее делать изнутри. А снаружи вообще это возможно или нет? Снаружи это возможно, но желательно это делать при осуществлении формирования кровельного пирога на стадии обрешетки. Потом, все же, когда монтаж происходит в готовую кровлю, удобнее и лучше это делать внутри помещения, чтобы не столкнуться с лишним переносом стропил и лишними возникновениями работ ненужных. Я понял. Если мы немного отойдем от того, что у нас, допустим, сейчас кровель мягко лежит, если была бы не мягкая, допустим, а металлочерепица или натуральная черепица, все равно удобнее делать изнутри помещения? Все равно удобнее делать изнутри помещения, поскольку при зашитом карнизе мы с вами не сможем угадать, где у нас идут стропильные ноги. А изнутри помещения мы сможем всегда их прощупать. Если даже у нас уже мансарда зашита каким-либо отделочным материалом, делается небольшой вырез, соответственно, рукой прощупываем стропильные ноги и осуществляем замер расстояния между ними. Наконец-то мы с вами попали вовнутрь мансардного помещения. Еще раз промерим стропильный шаг. Стропильный шаг у нас получается 80 см. В данном случае стропилы легко можно прощупать. Какое окно можно сюда смонтировать? Мы рекомендуем соблюдать следующее. Межстропильное расстояние должно быть больше мансардного окна, от 2 до 5 см. Мы с размером определились заранее. Расстояние 80 см. Окно идеально подходит для монтажа 78 см. Соответственно, монтажный проем будет составлять по сантиметру с каждой стороны. Если вдруг по каким-то обстоятельствам, по пожеланиям заказчика, дизайнера, неважно, либо просто хотят окно большего размера, что можно сделать? В таком случае есть только один вариант. Это осуществить перенос стропильной фермы. Но монтажный проем у вас должен получиться, согласно наших рекомендаций, от 2 до 5 см. Также при выборе установки окна по отношению от уровня пола до мансардного окна есть определенные правила. Минимальная рекомендуемая высота 1,10 м, но надо понимать, чем будет стоять выше окно по отношению коньку, тем, соответственно, будет больше попадать света в помещение, и помещение будет больше освещаться. В нашем случае задача дать освещение и предоставить возможность подходить к окну и, соответственно, пользоваться в ручном доступе. Теперь мы с вами должны сделать разметку. Сейчас мы с вами сделали разметку для того, чтобы не уйти за границы стропилок. Также обозначили те доски, которые мы будем с вами не обрезать, чтобы не вырезать случайно лишнее. Разметку мы с вами делаем обязательно по внутренней стороне стропилы. Те же самые 80 см. Уважаемые друзья, теперь мы подошли к моменту вскрытия кроевого пирога, сделав разметку. По высоте мы сделали пока разметку 1,25 м, и в процессе будем ее расширять, поскольку нижний откос должен быть по отношению к полу-90 градусов, а верхний должен быть параллельным полу. В процессе монтажа мы еще вернемся к этому моменту и обсудим, для чего это нужно. После того, как мы разрезали с вами внутреннюю обрешетку, мы теперь вскрываем пароизоляцию. В верхней части мы обрезали из боков пароизоляцию под 0, и в нижней части мы обрежем ее конвертным образом запасом, для того, чтобы потом было удобно состыковать две пароизоляции. Друзья, проем мы с вами вырезали, изъяли утеплитель, в нижней части мы его обрезали, пароизоляцию тоже, соответственно, скрыли. Теперь нам нужен уровень и карандаш. Откусная часть у нас будет привязана к нижней части обрешетки, по желанию заказчика. Есть. Дорогие друзья, мы с вами сделали разметку. Для чего она нужна? Мы определили нижнюю точку установки окна. Теперь прикладываем рулетку, отмечая 122 сантиметра. Нам нужно еще снять небольшую часть утеплителя вместе с пароизоляцией. Работы лучше проводить поэтапно, чтобы не ошибиться и потом не заниматься докладкой утеплителя и не заниматься наращиванием пароизоляции. Теперь мы подошли к моменту, когда нужно вскрыть гидроизоляцию. Скрывается конвертным способом. До стропилы не дорезается 1,5-2 сантиметра. В данном случае торопиться не будем, чтобы не ошибиться. Сделаем больший запас. Теперь, вскрыв гидроизоляцию, берем строительный степлер и фиксируем ее, чтобы она нам не мешала сделать вырез в кровь. Теперь, произвольно, делаем отверстие, отступаем, сколько нам необходимо от контрбруса, чтобы своим инструментом не порубить его. Друзья, теперь мы с вами подготовили черновой вырез. Он нам нужен для того, чтобы изнутри помещения у нас с вами появился доступ на крышу. Что теперь мы делаем? Прикладываем угольник, смотрим расстояние от контрбруса до края, 6 сантиметров, и переносим его, соответственно, на кровлю. Для чего нам это нужно? Мы расширяем проем по нашей стропильной ферме. Мы это делаем для того, чтобы у нас ОСБ совпало заподлицо с размером стропильной фермы и контрбруса. Теперь мы с вами поставили разметку, чуть меньше проема, обрезаем кровлю. После того, как ее обрежем, мы ее, соответственно, раскроем и развернем ганты, вытащим гвозди, для того, чтобы у нас был свободный доступ к фанере. Так кровлю лучше не резать. Во-первых, тупится пила, которую будете делать разрез, поэтому лучше разрезать чуть меньше, раскрыть, обрезать фанеру, и потом уже начнем монтировать окно. Уважаемые друзья, ганты мы с вами раскрыли. Это необходимо сделать для того, чтобы удобно было смонтировать мансардное окно, подвести гидроизоляцию и установить изоляционный оклад. Потом ганты мы будем постепенно накрывать и подводить к изоляционному окладу. Нанесли разметку, и, соответственно, сейчас будем обрезать воздух. Мы с вами подготовили проем, полностью его вырезали. Сейчас сделаем контрольный замер. Проем должен быть у нас 122. По высоте все у нас замечательно. По ширине, поскольку расстояние 80 на стропиловке, у нас должно быть 80. Все хорошо, расстояние 80. Проем готов к монтажу мансардного окна. Так, и еще, уважаемые друзья, что касается диагонали, вот может быть небольшой люфт расхождения. Ловить их абсолютно нет смысла, потому что мы делаем монтажный проем запасом, и, соответственно, потом окном можем играться в проеме. Уважаемые друзья, еще есть один важный нюанс подготовки проема. Тепловая шутка, когда проем разрезают гидроизоляцию по стропильной ферме. Ни в коем случае делать этого нельзя. Почему? Потому что гидроизоляцию мы выворачиваем на фанеру. В углах не дорезаем до стропильной части полтора сантиметра. Для чего это делается? Делается для того, чтобы здесь был барьер, и конденсат, который может пойти сверху, он, соответственно, обошел оконный проем. Фиксируем верхний угол, натягиваем максимально середину, для того, чтобы здесь у нас не образовался мешок и не стоял конденсат. Итак, мы закончили первый этап. То есть это была подготовка к уже непосредственной установке мансардного окна. Сейчас Дмитрий еще раз расскажет по пунктам, что мы сделали, и сделает акцент на каких-то важных моментах. Спасибо, Павел. Уважаемые друзья, давайте вспомним то, что мы сделали. Мы обрезали с вами обрешетку, вырезали пароизоляцию, изъяли утеплитель под необходимый размер, под установку окна, вскрыли конвертным способом, именно конвертным способом гидроизоляцию. Это очень важный момент. Аккуратно разобрали черепицу, ганты, соответственно, сняли гвозди для того, чтобы можно было с ней спокойно работать, вывести гидроизоляцию и продолжать последующие работы по монтажу окна, изоляционного оклада, и потом, соответственно, мы все это соберем на место и подскажем, как это правильно сделать на отвод воды с проклейкой, как это требует инструкции. Обязательно посмотрите вторую часть, вторую серию, потому что во второй серии уже будет непосредственно установка самого мансардного окна. Со всеми нюансами будет также максимально щепетильно, также максимально дотошно. Друзья, спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Обязательно поставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно посмотрите следующий видеоролик. Правильная установка мансардного окна. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Павел.